это интервью дня я константин ганов здравствуйте в этом году алтайского краевого центра крови двойной юбилей 80-летие алтайского краевого центра крови и 85-летие службы крови алтайского края гость нашей студии главный врач алтайского краевого центра крови татьяна индюшкина здравствуйте татьяна николаевна татьяна николаевна если вот очень коротко об истории возникновения центра крови ну совсем коротко наверное не получится все-таки 80 лет 80 и 85 значит и говорить если конкретные про центр крови то впервые документ который подтверждает факт открытия станции переливания крови тогда это так называлось в 1939 году и возглавил то учреждение в те годы константин иванович зеров который на тот момент работал хирургом в городской больнице та была больница единственная на весь город барнаул и алтайский край которая оказывала специализированную так скажем помощь он был хирургом и вот он возглавил это учреждение это был 1939 год достаточно давно была большая необходимость тогда в таком да я как бы на самом деле обратила внимание что вот как раз таки ближе уже к сороковым годам в городе барнауле стали открываться хирургические отделения в частности там даже появились такие значит поликлиническое правда отделение на тот момент появилась онкодиспансера то есть стали диагностировать сложные заболевания и стали оказывать медицинскую помощь населению значит почему именно станции переливания крови была открыта в тридцать девятом году потому что впервые в россии кровь перелили в 1932 году в россии а значит в алтайском крае 1934 году то есть уже все знали каким образом можно помочь тяжелому пациенту в случае большой кровопотери и актуальность именно вот в переливаниях крови она уже была очевидна поэтому в 1939 году и было открыто это учреждение что сегодня представляет ваша организация на сегодняшний день это достаточно современное при я бы даже назвала его даже не просто медицинским учреждением это вообще предприятие на самом деле по переработке так скажем донорской крови давно уже никто не переливает цельную кровь это делается в крайних только каких-то критических военно-полевых условиях на сегодняшний день переливаются компоненты крови то есть есть технологии которые позволяют нам фракционировать цельную донорскую кровь на разные компоненты крови и в индивидуальном порядке зависимо зависимости от того что пациенту необходимо приливается либо плазма либо эритроциты либо тромбоциты и таким образом а значит есть возможность более рационально использовать как саму донорскую кровь так и донорские кадры то есть нет необходимости целиком брать кровь и невостребованные например компоненты утилизировать поэтому у нас доноры есть доноры клеток которые сдают только тромбоциты например есть доноры которые сдают эритроциты есть доноры, которые сдают плазму. Это очень важно. Пока с трудом себе представляю, как можно сдать только часть какой-то крови, только какую-то фракцию. Конечно, можно. То есть, когда человек сдаёт в полном объёме, там, порядка 450 миллилитров цельной донорской крови, мы её разделяем с помощью специальных приспособлений, там, центрифуги, либо это сепараторы, так называемые специальные. Да, необходимую часть мы забираем, а которая не востребована, мы снова возвращаем её донору. Но по документам он всё равно сдал ту часть крови, которую... Нет, по документам он сдал ровно то, что он сдал. А то, что ему вернули... Это не считается, потому что это очень важно. В зависимости от того, какую донацию человек выполнил, у него определяется перерыв между донациями. То есть, если человек сдаёт цельную кровь, он не может её чаще сдавать, чем раз в два месяца. Если человек сдаёт только плазму, он может повторять эту процедуру через 10-14 дней. Ну и, соответственно, более. Поэтому в карточке обязательно указывается тот компонент крови, который сдал донор. И насколько сложно будет при такой системе стать быстрее почётным донором? То есть, там какой-то объём необходимый. Вы знаете, если человек сдаёт цельную кровь, либо только плазму, например, тогда получается 40 раз он должен сдать цельную кровь, либо 60 раз только плазму. В таком случае он становится почётным донором. Если же у человека комбинируются донации, то там немножко другой подсчёт. А насколько сложно стать донором крови? Что для этого необходимо? Ну, совершенно не сложно. Для этого необходимо желание сдать кровь и быть здоровым. Возраст, значит, ограничение только младшей возрасте, с 18 лет и старше. У нас есть доноры, которым уже за 60, тем не менее, они успешно сдают. Их немного, но тем не менее, они есть. И, соответственно, есть очень много доноров, которым только 18 лет. Самое, наверное, любопытное, что мы сейчас наблюдаем, очень часто дети приводят своих родителей сдавать кровь. У нас очень много студентов-доноров, и они, когда влились в этот донорский коллектив, так почувствовали себя вот такими необходимыми и, в общем-то, важными. И они стали эту тему, наверное, как-то обсуждать дома. И это действительно на сегодняшний день не редкость, когда дети приводят своих родителей сдавать кровь. Какие-то льготы полагаются донорам, если он непочётный? Значит, есть меры социальной поддержки, которые закреплены законодательно. Не могу сказать, что они такие глобальные, но самое главное меры социальной поддержки – это человек освобождается от работы на два дня, то есть у него два дня отдыха. Он вправе эти два дня отдыха присоединить к отпуску, либо к выходным, и, соответственно, увеличить количество себе одномоментно выходных. Либо он их использует сразу по факту сдачи крови. Значит, но ему оплачивается 100% средняя зарплата за этот день. Это, я считаю, тоже материальная компенсация. Человек отсутствовал на работе, но он при этом получает заработную плату. Вот где очень важно иметь белую заработную плату. Бесспорно. И на самом деле у нас очень действительно охотно идут сдавать кровь доноры, которые работают в государственных учреждениях. Потому что, как это ни грустно, но не во всех частных структурах отпускают доноров на этот отдых. А в государственных учреждениях, то есть это закреплено законодательством, и доноры имеют возможность вот этого дополнительного дня отдыха. Значит, ну, там вне очереди госпитализация в стационар и так далее, но это менее на сегодняшний день актуально. И ещё, значит, обязательно каждому донору, который сдаёт кровь, ему выплачивается компенсация на питание. Обращаю на это внимание. Не надо путать это с денежной компенсацией за кровь. Есть у нас платное донорство, но не в Алтайском крае. В Алтайском крае всё донорство безвозмездно. А вот в других субъектах есть и платное донорство. Так вот, ту компенсацию на питание, которую получают доноры в Алтайском крае, ничего общего не имеет с денежной оплатой за кровь. Это чисто... Эта сумма зависит от величины прожиточного минимума работоспособного населения. Это 5%. На сегодняшний день это около 500 рублей. Цифра колеблется каждый квартал, но примерно одна и та же. Эти деньги строго на то, чтобы человек имел возможность покушать, именно восполнить те потери в организме, которые произошли в период сдачи крови. Вот и всё. Слышал о том, что среди ваших сотрудников очень-очень много доноров крови. Это значит, что они очень часто бывают в отпусках и в отгулах. Так ли это? Вот не так. Надо признать, что действительно в нашем коллективе порядка 50% сотрудников – это доноры. Коллектив у нас небольшой. Надо отметить, что у нас такой же дефицит кадров, как и во всём здравоохранении. И мы не исключение. Поэтому отпустить всех в длительные отпуска нет такой возможности. И, наверное, это та категория граждан и доноров, которые в полном объёме не пользуются теми мерами социальной поддержки, которые определены законодательно. То есть, тем не менее, отгулы у них накапливаются? Ну, конечно, и они сгорают иногда. К сожалению, они иногда сгорают. Потому что физически просто невозможно это. Но это всё делается с согласиями. То есть, никто категорически, там, жёстко не отказывает нашим сотрудникам. Они просто это сами прекрасно понимают, что если их не будет длительное время на работе, то кто-то должен компенсировать, как сказать, их физические силы. Поэтому это достаточно сложно. Время, к сожалению, нашей программы подходит к концу. Поэтому в завершение хотелось бы уточнить, что бы вы пожелали своим сотрудникам, таким ответственным, как вы сейчас уже дали нам понять, сотрудникам Алтайского кровоцентра крови в этот двойной, получается, юбилей? Ну, вы знаете, наверное, самое главное, что нужно пожелать, это, конечно же, здоровье. Здоровье, здоровье, ещё раз здоровье. И чтобы родственники и близкие, и друзья только их радовали и не огорчали. Вы знаете, кровь – это тот компонент крови, который, в первую очередь, всегда используется, когда случаются какие-то трагедии. Это всегда потребность в компонентах крови. Так вот, я желаю, чтобы ни у кого из наших сотрудников не было потребности, как им перелить кровь, так же и экстренно сдавать кровь для кого-то. То есть, чтобы мир был и покой. Большое вам спасибо, Татьяна Николаевна, за ваш труд. Он очень полезен. И спасибо за то, что вы вообще есть. Ну, а зрителям напомню о работе региональной службы крови в связи с её двойным юбилеем. Рассказывала главный врач Алтайского краевого центра крови Татьяна Индюшкина. Всего вам доброго и крепкого здоровья.